Добрый день, мои хорошие! Вас приветствует ваш Николай Сомсиков, который для вас изучает недвижимость, который находится на юге. Я знаю, что вы соскучились по моим обзорам, по простым, нормальным, человеческим, душевным роликам, как некоторые в комментарии писали. Сегодня я нахожусь в городе Белореченск. О, какой город Белореченск? Город Абшернск с моей помощницей Ольгой. Мы сегодня осмотрели домик, вернее, не домик, а земельный участок для наших подписчиков с Хадыжинска. Я говорю, Оль, давай выбери какой-нибудь домик, и мы заедем в городе Белореченске, посмотрим. Она говорит, шеф, какая цена? Я говорю, максимум 3 миллиона. Вот, наткнулись на одно объявление. Немножко мы не поняли, то ли она одноэтажная, то ли двухэтажная. Оль, какая площадь дома там? 90. 90, да, около 100 квадратных метров. Ну, в объявлении хозяин написал прям, что дом заходи, живи практически, хорошая мебель, цена 3 миллиона. И он так написал, для тех, кто хочет торговаться, цена 1 миллиона 3 500. Ну, вот я прям, вот то, что было там написано. Ну, человек описал довольно хорошо свой дом по описанию. Дай бог, чтобы он, ну, как бы, соответствовал действительности. Ну, сейчас это все посмотрим. Я специально выбрал вот эту цену, около 3 миллионов. Да, да, я помню, что я недавно писал под сообществе, что и в голосовании было, чтобы в пределах 700-800 тысяч домики показать вам, не переживайте. Мы тоже это готовим. Контент это тоже будет. Но чуть попозже, это не сразу. Поверьте мне, много чего делается не быстро. Так, навигатор мой говорит, скоро повернем направо. Ну, город Абшеронс для многих моих подписчиков уже знаком. Природой, красотой, экология, горная река, лес, грибы, охота, ягоды, море недалеко. В принципе, очень много чего интересного. Так, здесь поворачиваем направо. Направо. И у нас где-то осталось чуть больше километра. Ну, хочу сказать, что огромное спасибо вам, что вы пишите в комментариях. Огромное спасибо, что беспокоитесь, куда Николай пропал. Да, он никуда не пропал. Все хорошо, работаем. Просто очень много роликов снимаем для клиентов. Ну, и также готовим для вас контент. Немножко такой творческий отдых. Очень много забот, очень много хлопот. Очень много приятного, что вас будет ожидать. Поверьте мне. Так, тут видно, вот сейчас повернули. Блин, как ее правильно назвать? Короче, ручеек. Вот, болото такая вот. Вообще, вот Абширонский, город Абширонск, он практически весь в мочеке. Особенно в осенний, ранний, весенний и зимний период. Септики нормально не работают, сразу вам говорю. Ну, где-то, где-то работает, но где-то не работает. Здесь, вообще в Абширонске, у них практически везде центральный водопровод. Практически везде, но не везде он есть. По поводу скважины, скажу так. Скважину надо очень глубоко делать и делать хорошую, чтобы была именно своя вода. Но это надо будет постараться, потому что не везде у вас это получится. Вот, на то есть очень много причин, особенно касается технически. То пласт наткнулись, а то ли еще что-то, то ли очень далеко. А иногда даже, ну, вот здесь по поводу центрального водопровода, хочу сказать, что вода здесь центральная очень хорошая. Серебрячка, как мы ее называем. И хочу моим подписчикам, моим будущим клиентам сказать и напомнить, что, друзья, большая просьба, если вы хотите, чтобы мы до вашего приезда приехали, сняли обзоры домов, подготовили варианты. Если вы хотите, чтобы мы вам должное внимание уделили, большая просьба, все заранее. Потому что у меня даже вчера женщина, которая, кстати, ищет недвижимость в городе Белореченске, обширонске, она мне вчера написала, ой, Николай, мы приехали сами, думали, будем сами искать. Но у нас много чего не получилось. Вот. И сейчас, вот сегодняшнего дня, мы будем с ней работать. Но я большая просьба, это ей повезло, то, что мы были свободны, у нас агенты были свободны, но это редкость на сегодняшний день. Мы, вот, кстати, ей сказали, только три дня можем уделить внимание, потому что через три дня другие люди приедут, которые с нами уже заключили договора. Кстати, хотите, если со мной связаться, ниже в описании будет указан мой телефон, вернее, ватсап. Либо пишите, либо присылайте голосовые сообщения, либо я укажу номер телефона Ольге. Если что, он прям ей напрямую, либо звоните, либо пишите, и она вас и проконсультирует, и вам приготовит подходящий вариант. И на самом деле, я вам советую лучше обращаться в риелторские компании, особенно к нам. Объясню, почему. Потому что вы до вашего приезда будете уже владеть информацией. Вам так кажется, что вы приехали, поехали дома смотреть, ну, от собственников. Поверьте мне, в действительности, то, что вы видите именно на Авито, оно будет вообще другая, противоположная. Даже вот сейчас мы были земельный участок, поехали смотреть на фото одно, в реальности другое. Я, конечно, снял обзор того участка, но я уверен 100%, что этот участок мои покупатели, думаю, навряд ли будут рассматривать. Они, кстати, это увидели в Авито. А в Авито, кстати, была одна фотография. Мы сегодня должны были еще с Ольгой смотреть еще другой домик, но у нас по времени не получается. Но, знаете, так мы открываем объявление, и там только снаружи дома. А я такой, Ольга, где внутри? Говорит, ну, вот типа приезжайте, типа смотрите. Ну, как бы вот так. Ну, я так понимаю, что нам надо было заехать с другой стороны. Навигатор, конечно, нас неправильно повел, потому что я вижу вдалеке. Во, у нас вальт. Надо было там где-то свернуть. Но ничего страшного. Мы вместе с вами поизучаем сейчас немножко город Белореченск. Вспомним нашу бурную молодость, как мы раньше это все активно делали. Да, я помню, мы ездили, показывали улицы, показывали города. Но, друзья, мы сейчас очень много делаем контента именно для наших клиентов, потому что они нас просят об этом. Там очень много людей уже едут с контейнерами, с детьми, с собачками, кошечками. И они хотят очень много отсеять лишнего, куда не надо будет поехать. Кстати, это очень удобно. У нас даже вот недавно мы клиенту сняли где-то 15 роликов, которые, кстати, ему по виду понравились дома. И он понял, что больше половины даже не стоит туда ехать смотреть. А иногда расстояние от одного дома до другого больше 100 километров. Да, это вы, например, знаете, что вы именно там в Белореченске, в Абширонске, в Хадыжинске будете рассматривать. Дома есть люди, которые рассматривают и Курганинск, и Абширонск, и Горячий Ключ, и Каневской, и Выселки, и Динска. Извините, между ними расстояние такое прилично. Вот асфальт, друзья. Надо было нам немножко с другой стороны заехать. Ну, ничего страшного, бывает и такое. Так, поворачу направо. Потом на подъем. Будет по... А, вот тут налево. Так, 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 налево. И где-то должен он быть тут. А не, еще нам потом, Оль, направо. Вот мочеки, вот да. Вот тут вот даже, вот и летний период. Еще момент такой, кто не знал, практически все септики выходят вот в эти ручеки. Вот кто здесь живет, практически сразу вам говорю. Кто бы что вам не говорил, практически все септики выходят сюда. Я даже, если честно, даже не сильно заостряю внимание септикам именно в городе Абширонске, потому что мои подписчики уже все знают, что тут переделать, доделать, что-то сделать и так далее. Но, опять же, есть места, где септики абсолютно нормально работают. Нифига себе, слушай, ля, какая узкая улица. Ёба-боба. С ума сойти. Ля, и все двухэтажные дома, да? Да, двухэтажные дома. Оль, что сюда с тобой? Что-то Ольга Сюнка, это грустно. Нарал сегодня, шеф, планерку сделал, кулаком стучал, чтобы они лучше работали. Вот она сегодня молчит. Ничего себе. А у него даже есть несколько такой на бугорке. Слушай, где-то машину можно поставить, я же увижу его дом. Вот из-за этого мы подумали, что спереди он двухэтажный, заднем одноэтажный. Вот он, вот он, этот дом. Вот это, вот он, похож он. Да, он, он, да. Вот он, вот вижу. А, пажи нам, да. А, вот, вот это он? Он 16? Нет, 14. А, нам дальше. Подождите, 14. То, блин, Ольга. Ёба-боба. Шо ж ты пьяная сегодня? Вроде бы с утром у вас никакого праздника не было. Да, тут уже, конечно, узковато. Да, вот, не знаю, для меня как водила. Вот как нам в калитку зайти? Зайдем? Зайдем. Давай, я еще попробую назад сейчас. Мы стройные. Да, понятно, что мы стройные. Все, пойдем. Мои хорошие, ложная тревога. Оказывается, мы приехали на переулок Баумана, или как там, она до улицы. А у хозяина, кстати, написано переулок. Да, ну, ладно. Едем дальше, изучаем с вами. Я надеюсь, что там улица будет намного лучше. Едем дальше. Навигатор. Короче, сегодня одни приключения у нас. Старенькая машинка стоит уже давно. Ну, я не знаю, тут, конечно... О, стоп, а что он у меня это развернул? Так, подожди. Это что, дубик, что ли, тут-то? Сейчас, ребята. Как тут люди живут? Ой-ой-ой-ой-ой. Йо-ой-ой-ой-ой. Это что, дубик? Йо-о-о. Порный тело, ля, тут веди здоровый какая. Хорошо, что мы на джипе едем. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин. Слушай, ну тут, если снег бы выпал, мы бы вот так... Это у меня даже солнце не приснился, как мы вот так назад сдавали наподобие с Наталья Петровна. Так, берем... Берем вот так, с ручничка потом... И все спокойно, чтобы назад не было прокидывания. Так, откатывание... Ну, да, тут, конечно, тупик. Нет, с одной стороны... Ну, вот, слушай, вот нарезали раньше улицы, вот о людях реально не думали. И такие вот, обрати внимание, везде двухэтажные дома. Ну, возьмите, сделайте шире перед двором, чтобы у людей машины могли поставить. Или еще что-то. Я не знаю, как они вообще... Что за логика раньше людей управляла, кто вообще вот эти участки нарезал. А, мы, кстати, вот это Баума, вот это проехали даже. Он даже по асфальту типа какому-то. Ну, давай сейчас посмотрим. Не знаю, друзья, простите меня, пожалуйста. Конечно, некоторые мне нравятся мои поездки, но я знаю, что моей целевой аудитории, те люди, которые изучают недвижимость на юге, или которым просто интересно посмотреть, какие домашние живут на юге, ролики устраивают. Бывают быстрые ролики, бывают короткие ролики, всякие ролики. Максимально информативно, они максимально информативно. Мы стараемся, стараемся, друзья, делать все возможное, чтобы вам угодить. Но не всегда это получается. Вот смотри, видишь, моча какого-либо, обрати внимание. И вот видно, что это у кого-то септик течет. И прямо это видно. О, конечно, будет пахнуть тут. Особенно в летний период, когда еще, так знаешь, ветерочек, там, когда погода такая прохладненькая, такого запаха не носу. Лето, это вообще уже будет не то. Здесь налево. А вон она, эта улица. Подожди, нам улица же нужна, да? Мне переулок. Да. А, все равно, один фиг, узкая улица. Смотри, вот она. Все равно она, она все равно, все равно. Не, не уже. Ну как, она узкая, но не уже. Слушай, а визуально дом был похож, да? Да, визуально был похож. У меня ощущение, что мы тут дом какой-то снимали. А, ну да, вот он, этот дом. Мы снимали вот это, я помню. Он даже продался, да. Вот он, этот дом. Я почему говорю, адрес что-то знакомый, да? Тут бабушка жила. Круля, как он это заплелся. Вот, красиво. А у нас, получается, тут... Слушай, а у меня что, навигатор пьяный, что ли? Кстати, он у меня показывает, а нам... Какой он уже 14? Ох, елки. Пожья, куда у нас уменьшение? Хоть четно, нечетно. Тут что, 60. Ох, нам сколько еще ехать. Короче, сегодня у меня ролик, это обзор. Гор города Абшуронска. О, тетя Коля взяла, короче, грязь сейчас понаделала. Смотри. Ай, травы накидала. Сейчас бабушка повернется, говорит, да что ж вы тут разъездились. Так, ну вот мы как раз ей притопчем травку. Короче, и куда ты дальше идешь? Направо, я надеюсь. А, ну да. Не, ну тут хоть более-менее уже приятно. Там, ну тут видишь пошире, да? Ну да, на продолжение. Слушай, вот тоже как они нарезали улицы, я понять не могу. И вот видно, что вот эти все дома, они как бы там 80-х годов, я к чему говорю? Ну, значит, они могли нормально нарезать улицы ровные. Ой, блин, да, тут уже, ну тут шире. Вот чем дальше мы едем, он шире. Короче, у меня просто, ну это вбил этот, скажи мне, просто улицу. Не русский этот навигатор. А бывает навигатор у нас как заведет, как заведет. Подъезжаем, звоним, выходите. А готовы где? Говорит, мы перевелок такое-то. А мне надо улицу такое-то. Так, напиши, что там улица такая-то. Уля, рязки вот тут ути не хватает. Кто знает, что такое рязка? Оль, ты знаешь, такое рязка? Нет. Травка. Ты травка? Травка, травка, травка. Моя такое рязка? Рязка. Это на болоте маленькие, я их в детстве назвал, маленькие кувшинки. И там, ну, травка мы ее назовем. И ути прям обожает ее. Вот я сейчас еду, вон машина стоит, и думаю, выйду я там, не выйду. Ну, это, да, там уже, там шире, потом опять узко. Да что ж ты будешь... Вот смотри, вот эти, вот у них ацептика везде, и тут течет, и там течет, везде течет. Да, это не наш Дима, случайно. А тут все-ка-все-ка, все может быть, наш Дима тут. Вот дальше, ну и все дальше, и куда Баума дальше? Где Баума дальше? Наверное, туда, но сейчас я понадобил. Господи. Слушай, не Дима наш? А, ну, поди номера. А, не, не наш. Ну, тут вот на подъем, впрочем, пока мы найдем этот дом, сто лет в обеду. А тут уже узко, тут уже узко. Путешествия, люди смотрят, да что же это за люди там, катаются кругами. Да, тут узковато, конечно. 21. А, подожди, вот он, да? Вот, а где припарковаться нам теперь? Какой? Нам какую, 14? 14 надо. Ну, вот он. А, вон навес, просто с другой стороны. А, я увидела, теперь навес. Да, да, как же нам припарковаться? Ну, давай попробуем. Вот так, бочком. Ну, да, тут, короче, ну, чуть-чуть лучше, чем там, но не так, как хотелось. Пойдем. Кровля шиферная. Навесик. Это водичка у нас, да, течет? Большие машины. Так, и вода. Короче, тут везде она такая. Слушаем, вот у людей мост, да? Да, у людей тоже. Офигеть, мост. Это вот что сделали, чтобы у них ровно было, да? Что, что? Я говорю, мост себе сделали в дом. Наверное, да. А дом какого года у вас? Дом... Не помните? Где-то в 88-го года. Ну, начало 90-й, конец 80-й. Да, но мы сразу не могли построить. Угу. Там доски положили, примели там... Пойдемте, посмотрим уже как раз. Наверное, пошли, перешли сюда, а... А здесь забор вы с профнастилом закрыли полностью. Я говорю, профнастилом закрыли. Да. А как вот этот ручей называют? Я уже забыл, вот он практически по всему обширонскую. Вот это? Не, ручей, ручей, ручей. Пожди, как же его забыл? Так, кувет это просто. Просто кувет, да? Ой. Здрасте. Ой, собачка какая. Ля, она хочет укусить. Пойдем пока вот сюда. Куда пойдем? Вот что, выкидывать хотите? А? Что делать? Выкидывать? Да. Что, реалитет? Пельмени лягкие. Выкидывать, все, много чего. Ворота откатные у вас. И вот где забор, это соседи, да, у вас? Куля, черешня уже. Черешня растет у меня. Ну что думаешь, это вам навес хороший. Навес хороший. А у меня Белоречкин тоже. Все нормально. Не кусается? Нет. Это чихо-хоя. Что-то она как-то на меня смотрит. Да, подозрительная. Лучше не надо. Это, пока вот выпусти и будет облизываться. Белоречки нормальные у вас? Насчет чего? На дома дорогие, почем? Очень дорого. Да, и не дешевле, чем у вас. И не дорого. Короче, тоже и у вас, и у нас дорого очень. Дорожали вообще. Да, цены... А все еще подорожали. Да, все дорожает. Счетчик смотрю поменял. А у вас счетчик день-ночь, да, я смотрю? Однотарифный счетчик? День и ночь. Ну, это я ошибся. Там говорили, брать в этом, в сети другого не было. А я знаете, вот объявление смотрю, по фото кажется, он двухэтажный, а потом смотрю заднюю часть, он как одноэтажный. А потом я говорю, что-то тут это, ну, по-другому сделано. Да, это мы думали вот так, чтобы как одноэтажный. Сосед говорит, давай несколько кирпичей поднимем. Там уже внизу что было, это, кухня, все это. А это что, балкон был заложен? Как-то смотрю, кирпичи отличаются. Вот левый и правый. Или это просто... Это досюда сначала ложили, а потом я добавил. Это я сам ложил. А, вы имеете в виду, что дом, вот он идет, основная, а это вы пристроили. А там же, там внизу, вот это сделали, пуску, что-то, это была площадка такая. Вот как швеллер идет, вот это. Да, 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 да. Все, я теперь понял, почему сделал. Ну, пойдемте огород посмотрим, а потом уже все остальное. Так, у вас, смотрю, если дождь, все, вода будет уходить на улицу. Сделали. Да, здесь вода не стоит. А это что, выше? Жена идет, смотри. Да она не жена. Жена, ты идешь? Вон тебя женой назвали. Жена, яблоня, яблоня, это яблоня, там яблоня, там... Черечня. Забила груша, а тут вот два колодца. Для полива, да? Для полива. Это колодец, вот он. Этот тут вообще не пользуемся, хватает, вот чуть выше там колодец. А пойдемте покажет. Это, я смотрю, шланг оттуда торчитесь, не ошибаюсь. А, у вас еще выход отсюда, да? Да, да. Окна, смотрю, везде поменяли, да, пластиковые? Да, везде поменяли, везде пластиковые. А это, чтобы отопление, если что, спустить или что это? Это, там у нас две емкости по 500 литров. Ага, для воды? Для воды. У нас всегда есть вода. Это, если клапан не сработает, чтобы вода сюда бегала. А, вы имеете ввиду, что емкость, она как бы набирается, если клапан не срабатывает, она выходит сюда, чтобы не перелилось. Все, понял. Теперь понял. Ну, клапан я ставил, вот недавно поставили, это на 5 лет гарантия. А это у вас как беседка, да, я так понимаю? Это беседка, но завалили, вот здесь разобрали это. Вот здесь была пристройка, вот только недавно разобрали, посадили, мы не думали, не продать, не уехать. И даже, вон, посадили даже. И тут сын звонит, приезжайте в Краснодар, там вот дом нашел. И у вас, получается, здесь было что-то пристроено? Вот, залито, здесь еще было пристройка, не мог. А раньше, когда начали строить, вначале там жили. А, вы имеете это как маленький домик. А колодец, вы говорите, еще там, можно глянуть? Пойдем. Отсюда лес виден, прям хорошо. Отдемте. Вот это, да, колодец? Да, вот недавно, это... Это для полива у вас? Да, это для полива. Вот, пока доски ложил, это надо сюда шлак взять. А с какой глубиной у вас? Здесь глубина небольшая, около 3 метров. Ну, это вы сделали для полива, чтобы, да? Да, да. И вот эта вода, она как грунтовая, собирается тут? Это постоянно есть. Поливаем она, это, почерная вода или там, лучей там есть где-то, набирается быстро. Ну, тут все это, просто здесь грунтовая вода близко у вас, все равно как ни крути. О, ля, абрикол, ой, это перфик. Это не лезь, это колодец. У нас перфики еще там два, вот этот и внизу еще. А вот до калитки, да, в забор? Вот это уже ваша граница. Ну, 5,400. 5,400. Ну, там у меня земляника растет, слышите, нет? Дедя земляника. Да, вот здесь. А, вот она, ля, лесна. Не только лягоды полезны, но и листики даже. Ну, их под чай делают, я тоже, чай, я знаю, что чай их делают. Кстати, вот уже ягода формируется. Да. Уже пошла. Хорошая будет. Процесс, это соседи уже. Там соседи. Каша плохо, что не ухажут за огородом. Это родичная, это лача. Вот это лача. А, красная, да? Чача будет вкусная. Да. Так, кровля, коньки везде есть, крыша ничего не течет, так, да? Нет, ничего не течет. Это я правильно понял, как вот дом в 88 году вы сделали, и крыша это все. Или когда-то меняли. Не меня. Осталось-то. А что еще менять, если нормально? Не, не, я уточняю. Не, ну всяко аж может быть. Я смотрю, у вас теплица там и вот здесь. Да, да, да. А здесь вот делали, чтобы коротким шлангом здесь поливать. Длинный шланг бывает, складывается, там выбивает в этом. Ну, вы сделали, чтобы удобно было поливать. Удобно было поливать. Здесь и вот там. Везде достается. О, лучок. Лучок. Теплица остается, аж убирать не будете? Ну как уберешь? Многолетний лук. Посадили помидоры тут уже. Не, я оно теплицу вдруг разбирать, я же уточняю. Бывает такое. С удовольствием взяли. Лук многолетний, слышите? Кого? Лук многолетний. Я такого не слышал. Это мята, да? Это не мята, а это, сейчас скажу. Мелисса? Мелиса. А мята вот у нас, настоящая. Мята много, а вот это вот самое-самое. Это цветет, который уже, да? Нет. А, вот вижу. Это огуречная трава или, как же еще, трава? Сердце, что ли? Это вишня. Вишня хороший сорт. Это, как она называется? Классный чердак. Шпанка. Есть майки и шпанка. Ну, я понял. Так, вот там малина. Увидел малина. А, еще персик, вот он у вас. Еще нет, отполивай и будет. Может, еще вишня, видишь? Там, вишня, хурма. Здесь черный смородин. Так, смотрите, вот здесь черный смородин. Не, я увидел в ряд вот этот. Вон красная, вон кряса красная. Вот это тоже. Я это покупала в питомнике. Сибириады. Не готовы здесь у вас черный смородин? А здесь вот армянский виноград. Ну, для винный получается. Это на чердак легче. А там забыла. С нее компоты хорошо делают. О, этот, блин, как она называется? Да, кружевник, вот вспомнил. Кружевник, кружевник, есть без шуков один, я цветовник привозила. Это вот хурма. Это хурма? Да, вот это маленький тоже. Хочу про это о том сказать вам. Один хозяин во первых раз. Хозяин настоящий два. И все, уже жалеть ничего не будете. И хорошая соседка три. Да, да, мы все вместе строились. И я его знаю, мы строились они это здесь. Поэтому, вон там продали дом, это такое Г, вон там продали, это Г. А эти дома стоят того. И ваш дом продается? Я пока нет. А то вы говорите эти дома. Короче, эти дома классные, да? Да, стоят эти дома. А, все, а ваш хозяин тоже хороший? Да. Ну все-то, ну тогда все, принимаем-то, да. Я говорю, они сейчас и павли теплые выдастили. Пождите, а это не этот. Разве это хурма? Инжир, я хурма говорю. Инжир, да, вы говорите, я же почему, говорю, смотрю листья, а другой. А я говорю, он же другие листья. Нет, инжир это. Где? Вот она. Где? А вот это? Одно дерево, вот второе. Вы только в эту сторону не спиливаете ветки. Я с той стороны не спиливаю, у меня там соседи. Они сюда не встают. Я смотрю, что... У меня соседи такие, что они не возьмут никогда ничего, нормально. Да я ж ничего не говорю. Вот тут еще инжир пришли. Одев, я не вижу его. А вон инжир маленький. А, он маленький. А если надо, я вам еще отрублю. Все, это да. Да, инжир это как сорняки, его он им хоть вырубал, он будет расти. Нет, он растет. Растет. Он растет. Нет, это мой ребёнок. Куля, клубника уже растет. Все, спасибо за консультацию. Нет, нет, я вам говорю, молодые вы, поэтому этот дом стоит. Того, за что они... Они даже дешевые, что они не запьятят. Красная. Пошел к детям, уезжают. Ну я знаю, чтоб детям красота, я знаю, и детей, я не знаю. Все, спасибо. Вот это ерунда, это... Просталыча. Я бы спилил бы его. Это... Ну просталыча, да? Да, просталыча. А можно я вот сюда пройду, посмотрю вокруг фундамент, как пошла... Вот я сам хотел показать, то что вот... Это центральный водопровод, да, у вас выходит вот это? Это центральный водопровод, да. Серебрячка тоже, да? Здесь вот что. Здесь я выкопал тут. Потом там внизу еще бетонировал, таким этим, как бы полукругом. И с наклоном туда. Туда камушки там подобие крови кидал. Ну, чтобы вода уходила в сторону, не к дому, а от дома. Да, да, да. Потом было так, что... Вода тут отсюда сюда сочилась, и давила, и здесь раздавила. А, вы еще вторую преграду сделали? Потом я недавно вот это делал. А здесь взял, просверлил, вот просверлено, там просверлено. Вот подходи, посмотрите. Я на землю, а, увидел, вот вижу. Вот тут просверлил, вот тут просверлил, там. Это для того, чтобы вода там не держалась, уходила. А если будет держаться, то давление будет ее. Развалится тут и все. Я понял. А теперь вот это делал. Вот после этого там сейчас засыпал, тоже канав будет, пойдет вот сюда. А здесь фундамент у вас, как он идет, монолитный или фэсками ложили? Монолитный. Монолилий, да, получается? И он полностью кирпичный. Полностью кирпичный. Не, просто, знаете, бывает блок и кирпич, а это полностью кирпичный. А давайте это вокруг, там что у нас, типа мастерская у вас, да? А, и у вас то же самое тут сделали. Еще послушайте, пожалуйста, еще послушайте. И сюда, и туда уходит вода. И сюда уходит. И на улице, и в ту канаву, которую я заходил, видел, да? Да. Юра, и вот это мне надо... Заземление. А, это мы вокруг можем выйти, да? А вы что, токарь, что ли? Токарь, фрезеротик. Я просто, я увидел, там, эти же болванки, шаблоны, или как там. Да. Токарь, фрезеротик, зубаречки. Все туда уходит. Это вы на предприятии кто-то работали, да? Нет, я на предприятии. Вот дома работаю. А, думаю, тепло откуда? Это с бочки. В гараж мы с улицы зайдем, или с дома тоже можно зайти? С дома зайдем. Ну, так трещин, смотрю, ничего нету. Так, все, трещин ничего нету, хорошая. Единственное, смотрю, водосливная система только у вас оттуда сделана. А так она сюда капает, да, здесь? Вот здесь. Не понял. Ну, вот смотрите, вот вода, вот когда с крыши, она же сюда падает полностью. Я говорю, только с той стороны увидел водослина системы. Вот, Дина, вот пойдемте, я сейчас покажу. Вы немножко не поймете, что я имею в виду. А я, наверное, понял, что там. Вот, вот, видите, она только вот здесь, у вас, вот в этом углу. А так вода вся стекает сюда, я имею в виду. Да, да. Я за это говорю. Так, ну все. Что, давайте в дом зайдем? Зачем у себя провода какие? Короче, металл он собираете потихоньку. О, это, слышите, знаешь, такое? Вот это. Не знаешь? Это стартер, я его называю, заводилка от Урала. Да, да. Да, от Урала это. Так и есть. Мы тут собираем, там же было пристройки везде. Собираем, убираем, очищаем тут все. В порядок лежать. О, ретро. Помнишь, наши бабушки? Да. Пойдем. А, тут на весик сделали. И туда выход тоже сделали. И сюда выход сделали. Теперь что? Здесь вот серебра. Вот отсюда идет. Под землей. Труба, вы имеете в виду? Это я еще учился. Майкопина механика. Бывает на сессию надо ехать, а тут пробивает. И как бывает напряжение шаговое, как вот. То там, то там дырки получаются на трубе. Взял оттуда, провел. По-другому. Нержавейку уже. Нержавейку провел, а отсюда в дом. Это за эту стенку, я так понимаю, кухня-то вытяжка. Это кухня вытяжка. Это сделал, короче, чтобы здесь не глубоко. Вот в дом уже, на такой глубине уже вода туда входит. А если вот здесь делаешь, где-то градусов на 6, здесь теплее, чем на улице. Вы имеете в виду вот тут теплее, чем на улице на 6 градусов. Да, хотя щели все есть, не закрываешь, и на градусов 6 теплее здесь. А ты чего не гавкаешь, а? Понюхаем ее, понюхаю. Все, я жуликом пахну. Все. Бабли. У нас пет. Ну, я смотрю, новую поменяли. Что? Новую дверь, прям хорошую. Да, да, да. Эти двери вот здесь закрываешь, а отсюда не откроешь. А так вот этим еще закрываем там наружу, этим закрываем, если выезжай. Вызвали, ну чем вам здесь, может, вы их попробуете? Попользуйтесь. Самое маленькое окно, говорит, подбивай меня. Так, это прихожая мы назовем. Это, это идем. Это не прихожая, это вот емкости стоят. А, вот про вот эту емкость вы говорили? Да, емкости стоят. Вот одна, вторая рядом. Это наливается вода туда, а потом уже у вас своя автоматика. Пойдем дальше, да, вот насос стоит там. Это вот верхний, нежный, это другой насос был, а это... Ну, вы просто как полосчеты, это... Это Эспо, там три крючатки, три, четыре, пять. Так, ну здесь со мне чуть-чуть нагинаться слегонца надо. Это кухня-столая. Ну да, вы на сантиметрах где-то 20 меньше. Так, ухо на гарнитур, смотрю, у вас прям новую. Да, новую. Главное, в прошлом году поставили. Здесь плиты перекрытия или что между первым и вторым этажем? Покажи там вот, посмотри. Бетон, вот. А, бетон. А, бетон, это гора. О, станки. А что вы с ними будете делать, продавать? Вот такое, такое это, везде по всему дому. Рельса, бетон. Там это щит сделал, сосед помог, подняли, подпер и бетонировали вот полностью. Потом на рельсы сверху. Вот это рельсы и нужно здесь есть. Да, это посмотрю. Можно готовить? Да, я возьму. Ой, дай сейчас. Короче, ну если выше эти станки убирать будете, правильно же? Конечно. А будете их продавать? Да. А почем? У меня просто друзья интересуются. Интересуются? Ну, это поговорим пока, все это посмотрим пока. Это фрезерный станок, да? Я покажу, да. Какой купил и сейчас какой он есть. Вот давайте я эти надену, если надо, сейчас покажу. Конечно, показывайте. Я потом это все как раз сниму и покажу. А у вас еще туда дверь. Тихо, что упала там? Отвертка. Токарный станок есть и фрезерный станок есть. Мехножовка есть. Это сервильный есть. Это получается он пилит. Я, кстати, первый раз такой станок вижу и никогда не видел. Вот это я видел. Пилит. Это вот там 120 диаметра. Вот старый пилит. Вот сюда. Вот к нему я столько всяких этих покупал. Вот, например, вот такое это. Это очень дорого стоит. Вот цанговый патрон. Это китайский, но очень отлично задумано. Вот там у меня бумага написанная. Вот этот комплект сколько хоть стоит. Где-то... А какого года этот станок вообще? Это станок... Вот где-то в 80-каком-то году упустили. Ну, этот станок стоял... Сильва, забирай, Валя. Что будет лапа... Гребцами лапа находиться. Ну, иди сюда. Ну, стой. Коля, как это? Это в вольской части стояло. И там порядок такой вообще в России, что где-то 30 лет стоит это. Если пользовался, не пользовался, потом меняет. Ну, типа списывают его. Списывают, да. Списывают, современный другой ставит. Вот это не рабочий был, списали там. Вот я купил его. Его доделали. Так, а там что за помещение? А там... У вас же три фазы проведено, я так понимаю. Нет. И что, станки тянут? А, там, смотри, что стоят. Преобразователи. А, вот эти автоматы, да? Да, преобразователи. Они тоже дорогие. Это где-то... Ну, это сын помнит. Он сами провода там менял. Это, то есть, провел, сам подключил, все. Короче, вы поставили рельсы, опалубка и залили. Зальем. Но дальше что делал? Дальше крыльцем, крыльцем это, привалил гайки. Брусок положил, но где гайки, там выбрал, чтобы плотно лежало. И болтами отсюда тоже выборку делал, углубление, закручивал, стягивал, да. Одна, вторая, третья между рельсами керамзит насыпал еще. А, у вас даже он как бы утепленный. Не чисто бетон, а с керамзитом. Да, керамзитом. Да, хорошо. Ну, в принципе, автомобиль здесь легко помещается. Мы все время здесь ездили. У меня раньше пирожок был, я взял там, долбил, будка цеплял. Вон, смотри. А, вот эта часть. Да, долбил я там. Он заезжает, заезжал, но бы не выезжал, да? Ну, ворота, смотрю, вы сделали, утеплили его. Ворота утеплил, да. Так, пойдемте там глянем, чтобы нам еще успеть другое место поехать. Да, станочки. Здесь вся эта... Кладовка типа. Кладовка, типа кладовка. Вот и всякое, что закрывали, и самогон, и все. А вот, кстати, я фундамент вижу, как раз он, как выглядит у вас. Монолит, опалубку ставили. Вот, это вот у вас вот такая высота. Да, да, да. Вот гидроизоляция и то же самое потолок. Да. Короче, кладовка и малина, и даже и года написано 19. Да, да, да. Так, все, пойдемте. Пойдем. Короче, у вас тут половина кладовки, половина как мастерской для хранения. Ну, да. Да, тут у меня еще старый был по-комсомольски мастерская была там. Там еще на тонна трезда металловые металлы. Это еще полно, жалко, там есть струбит. Где тут свет выключили? А, вот это, да, свет, да? А, не, короче. Что хотел? Да, я хотел свет там выключить. А, там ключом? Да, 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 да. Я выключу. Да, выключайте. Теперь вот что я хочу рассказать. А, давайте. Мы хотели уже туалет делать. Угу. На улице вот тут сразу. Угу. А там труба лежит, труба есть. Но там на 50, но если до туалета надо сотку. Угу. Для этого вот отсюда вот, это сванги. Где-то, сейчас это не хочу бежать, вот отсюда сванги сюда выходят и туда. Угу. Вот эту трубу менять надо, а там, я уже и договорился, и люди там, как там, продают кольца по 2600 вроде. Ну, это осептик, чтобы сделать. Чтобы там делать, да, осептик. И место там даже посмотрел, где, что, как, чтобы не перед воротами, что это старание. Угу. Приезжает, сами копает, потом опускает туда кольца. Угу. Крышку поставил, все, закрыл. И сколько, три года, четыре, сколько людей будет дома жить, не знаю. Потом машину там, это... Подогнал. Подогнал, но не свою машину, но позвонил и приезжает. И это, сколько там, ну, минут 15 это все выкачивает. Ну, все, давайте свет тут выключайте. Что, замерзла, что ли? Теплых полов нету? А сейчас выключены, да? Теплые половы, это зимой. А это у вас как кухня, столовая, как гостиная, да? Как кухня. Чисто. А, гостиная наверху. Так, можно тут я пощупываю. Так, все, гараж изучил. Так, что ж ты ходишь? Ну, дай я тебя поглажу. Давай, давай, давай. Давай, поглажу. Она что, беременна или так вы ее кормите? Такой, так кормите. Два раза, значит, раз кормлю, сейчас два. Чтобы это охудело, да? Да, что она это большая. Скажите, а бетон у вас здесь докуда? Где-то вот так? Да, да, где-то. А здесь не бетон. Здесь не бетон. А вот здесь? Ну, вот у вас где-то... Да, бетон. Вот где-то вот где окно вот так, да? А здесь с этой стороны вот два окна было, кирпич он заложил, закрыли. Ну, кухонная гарнитура остается, я так понимаю. Или как? Как? Кухонная гарнитура остается? Хотите, чтобы забрали? Не, я уточняю, я пока вы спрашивали. Это я спрашиваю. А, это звонок так? Это ко мне приехали. Клинеты. Не только в один. Ну, давайте мы сейчас походим, а потом пусть подождут минут 10. Улицу и показывайте им. Пойдемте на лес, пойдемте. Вы им улицу пока показываете. Котел. А, да. Котел, котел. А сколько коммуналка сейчас выходит? А? Коммуналка сколько выходит? Я не знаю, Аркадий платит. Сколько коммуналка? Ну, по-разному. Сегодня или вчера спрашивали тоже. Это как будешь использовать? Не, ну вы его. Где-то зимой у нас где-то около 5 тысяч, 5 с половиной. Где-то за газ 3-3 с половиной где-то. Это же тоже холодная зима, не холодная. Это свет где-то. В этом году-то было холодное. Не, в этом году согласен. Так, здесь ступенечка у нас, да, получается. Здесь тоже теплые полы? Нет, здесь нет. Нету. А вот здесь есть теплые полы, вы говорите? Да, теплые. Тут теплые полы есть. Так, туалет, ванна совмещенная. Да, совмещенная. Там еще. У меня маленький язык. Вот раковина. А, раковина в этом углу. Ну, а как же. Все плитка. Смотрю, здесь один стиль, здесь другой стиль у вас, да? Значит, я когда это мы делали, в Белоречке, вот такой стенд стоял, и все, и больше не было. А, мне еще было выбирать. А что, плохо, что ли? Вы как-то говорите, как будто это плохо. Нет, это плохо. Да, теперь вот еще, смотри. Здесь можно ванну вставить. А, вы имеете в виду? Вот это здесь все проведено. Это вот под канализацию, да? Да, да, да. Вот, смотри. Все, я увидел. И горячая-холодная вода. Да. Да, душевая, в принципе. Так, это если что прорвет, вода будет уходить сюда. Да, сын говорит, убирайте, а муж говорит, нет, пусть будет, мало ли. Это под стиральную мушинку. А, даже вы сделали паз такой, да? Класс. Ну, я имею в виду под это. Так, все, здесь понятно. Это первый этаж. Пошли, 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 пошли. Ай, счастье. Пошли на вторую этажу. Иди, 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 иди. Так, лесенка. Здесь пластик. Пластик. А так пол у нас там. Ту, пластик. Это мы просто пошли, чтобы для красоты. А так у нас доски, доски. Видите там доски? Где доски? Ну, вон, вон, сверху. А, вот эта доска. Вот, вот эта. Там доски у нас. А, ну пол, да, вы имеете в виду, идет плита перекрытия, заливали, и доски еще сверху. Да, я не люблю искусственных этих, они сто лет не знали. Оль, ты идешь? Да, да, да. Так, пойдемте. Эта лестница, смотрю, где-то 60 сантиметров шириной. Значит, я муж сразу сказала. Вот такие лестницы на половину ноги не пойдет, чтобы не... Не, я имею в виду, не, не, ширина я имею в виду 60 сантиметров. А ширина, это же не знаю. Ширина. Так, это окна глухие, смотрю. Какие? Глухие. Кстати, первый этаж, какая высота потолка? Где-то... Где-то... А, ну сейчас я так встану, сейчас я по дверям посмотрю, сейчас текенечку. Ну да, где-то 2,20-2,30, где-то вот так. А то где-то 2,245, где-то вот так. А это что? Это чтобы вытрихнуть что-то надо вытрять. Можно, да, посмотреть? Ну я все точню. Это выход на который? На веранду. Выход на веранду. Три, на три раза. А, три раза я перестал под домок вижу. А, вот он, все понял. Это выход на веранду. И вот она терраска, вот эта, которую мы ходили. Да, да, там все угодно работает. Ну да. Убрать. Так. Раз. А это что за дверь? Это как бы, я хотела открыть веранду, а он сделал закрытую. А, вот то, что он пристроил. Да, да, да. Я увидел, я говорю, видно кирпичом. Здесь там всякое такое складывание. Ну можно даже зайти? Да, пожалуйста. Да не отдыхайте. Вот и получается дом вот до этой части, а потом доделали. Ну тут отопления нету. Нету, там нет. Если надо будет, допустим, захотели, можно сделать. Так, окно глухое. О, на открывание. Открывается это, да. Можно сюда, я хочу просто без проветривания сделаю. Ну здесь же не живем. Почему нет? Но здесь уже видно вот толщина пол кирпича. Все, вижу тут пол кирпича. Ну с одной стороны хорошо. Здесь есть у вас батарея, здесь и на внизу есть батарея. Но я смотрю, вот эта стенка полностью пол кирпича. Ну я имею в виду сантиметров где-то чуть больше. Сколько сейчас визуально? Чуть больше 10. Раньше батареи не было. Дети вот так вот ходили. Я говорю, тут такой, надо батарея настаивать. Делай батареи, ничего не знаю. Так, а жилая часть у вас уже тут? Вот. Жилая часть. Изберистые картины. Изберистые. Оля, это твоя тема. Так, первая комната. Так, здесь одна спальня. Она небольшая. Нормально, но что спальня больше? Не, ну... Пиши уборка. Зал большой, я понимаю. Скажите, здесь тоже залит монолит или просто деревянный потолок? Нет, здесь одинаково. И что, первый этаж внизу тоже самое делали? Конечно, чугун делить. Уж не знаю. Нет. Полы деревянные. Отопление. Чугун. Конечно, кому как норовится. Можно двери, это давно было. Вот это украли, можно поменять двери. А тут надо проветривание. Я так понимаю, что вот здесь уже у вас кирпич, толщина стены, да? Да, 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 да. Вот тут? Это у нас воздушное пространство, чтобы теплее было. И несколько рядов вложат, 2-3 ряда вдоль, а потом поперек вложат, связку дают. А который вложит это вдоль, то где-то сантиметра 5-6 зазор оставляют. У вас идет зазором? Зазором идет, да. Это для того, чтобы теплее было. Так, это первая комната, это? Вторая. Они одинаковые, да, вроде бы? А нет, чуть-чуть меньше. Ну, это по длине больше, наверное. Здесь была прихожая комната большая. А потом... А, вы взяли перегородку? Да, взяли. И здесь дочка была, там был сын. Все, я понял. А раньше был заход и большая комната была? Можно я отсюда гляну? У нас... Это на улицу выход, правильно? На улицу, правильно. Это на улицу. Так, на улицу, на улицу, на улицу. Тут все проверят, на улицу. Нет, нет, я все вижу. Так, и отопление чугуняк. Чугунные, потому что самое надежное, это чугунные. Самые теплые. Это гостиная. А, у вас еще там комната. Раз, комната, два, гостиная. Смотрю, гипсокартоном, да, обшивали? Да, да, да. Видно гипсокартоном. Сейчас, сейчас, я все просмотрю обои. Госпо, можно телек выключить? Что-то он орет прям. О, все, что-то прям закричал. Так, кондиционер только тут. На первом этаже нет. Митсубуси. Ну, Митсубуси, вижу, что Митсубуси. Сын сказал, покупайте только Митсубуси. Все, видел, видел. Так, чугуняки. Полы, короче, идет монолитное перекрытие и сверху, это, деревянный пол. Кстати, полы не скрипят. Там еще сверху у нас это насыпано керамзит. Это дымоход, выступ от котла? Это раньше, да. Газа не было. Раньше, чтобы тепле было. Вы, наверное, прорабшили. Вот эти, а я сам строитель, это был засратый, как говорится. Скажите, те две комнаты, вижу, одинаковые. Вот эти одинаковые. Да, я просто увидел одинаковые. Абсолютно. Где-то 3,15 на 3,15. Мы делали, чтобы не обидно мне было никому. 3,15 на 3. Все, две комнаты одинаковые. Это на участок. Да, это вот смотрели мы с вами. Все, все. Я сначала здесь хотела окно, то у меня. Я думаю, двуспальную кровать можно поставить тут. У нас было две односпальные стояли. Вот так поставить. Да, да. У нас вот так стояли две односпальные. Не, я просто уточняю. Дверь тут есть, распашная, двойная. Тут нету в зал. Тут есть, да, спаленки? А, тут нету. Тут нету. Была, да, какая гармошка, что-то такое, да, дверь какая-то? Да, да. Была какая-то. Ну, да, потолок высокий. Короче, глухое окно на открывание. Вот это тоже на открывание. А, я думаю, что такую фотографию меняется? Это эти, фото, я думаю. Я вам сын купил, я. Ну, в принципе, все. Так, теперь надо выехать аккуратненько, чтобы не зацепить. Ну, ребята, все посмотрели и без нас, все увидели. Вот такие старенькие домики, то, что продается сейчас в городе Абширонске. Ну, я тут не буду умничать. Конечно, есть и минусы, и плюсы тут, и что скрывать. Вы сами это все видели. Но, блин, конечно, цены и в Белореченске, и в Абширонске, и везде, да, Оля, у нас уже полукраю. Да, цены очень сильно высоко. Вот я помню, года два тому назад, когда мы по полной программе начали заниматься Абширонском, можно за 3 миллиона такой дворец купить. Сейчас, к сожалению, вы такого уже точно не купите. Так, сейчас, ребята, мы сейчас объедем кучку вот эту. Вот, люди пожилые, переезжают к детям. Гараж есть. Ну, на втором этаже, конечно, санузла не хватает, как ни крути. Вот, участок со склоном. Ну, улицы, они практически в Абширонске все вот такие. Ну, где-то побольше, где-то поменьше. Ну, вот, если старый фонд мы брать берем, вот, есть у нас немецкая поляна или деревня, как она называется, поляна, если не ошибаюсь. Там, конечно, улицы намного шире, а тут, как ни крути, узковатый. Дом кирпичный. Ну, что-то бугры, спуски непонятные тут, а. Я думаю, даже можно заехать. А, слушай, мы же вот тут проезжали с тобой. Вот, сейчас будет асфальт, точно. Да-да, я просто вот это сейчас Ивушку узнал. Ивушка, ты помнишь, я тут проезжал? Мои хорошие, ну, выводы будете делать обязательно в комментарии. Знаете, что мы до вашего приезда с удовольствием поедем, посмотрим объекты недвижимости. Этот дом мы посмотрели чисто для себя, чисто для любопытства. Естественно, вам это все показали. Ну, у меня, конечно, эффектов вау нету. Ну, сейчас вот возьми 3 миллиона. И что Абширонск, что Белореченск, что Хадыжинск, что другие города, вот там с населением где-то 50 тысяч, вау, не будет. Вау. Ну, некоторые, конечно, мои подписчики сейчас скажут, Николай, в объявлениях там очень классные дома продаются. Друзья, вы глубоко ошибаетесь. Поверьте мне, нормальных домов в самих городах вы уже до практически 4 миллионов нормально не купите. Что бы ни говорили, я уже все это знаю. Да, там станицы, поселки вы что-то найдете. Но если брать вот так, навряд ли, что-то сомневаясь. Вот, да, мы выехали. Вот она дорога, которую мы заезжали. Ну, налево это Хадыжинск, направо к центру. Это Абширонска уже. Все, друзья, закончили мы просмотр вот этого домика. Знайте, что под каждым роликом указан и мой WhatsApp, и номера телефонов сотрудников. Пишите, звоните. Заранее нас предупреждайте. Имейте в виду, что до вашего приезда мы с удовольствием поездим, посмотрим объекты недвижимости. Например, если вам что-то понравилось на ВИТ и на ЦИАН, вы хотите владеть информацией, можете полностью на нас рассчитывать. Мы поедем, снимем обзор именно для вас и отправим в закрытом доступе. Всем пока-пока.